Приветствуем, друзья, на библейском портале Экзегет. Ответы на ваши вопросы. Всю жизнь страдают плотской страсти. Как противостоять блуду? Помыслы парализуют волю. Но у вас все-таки уже какое-то грамотное понимание внутренних законов духовной жизни. Помыслы действительно признак начала, проявления страсти, в том числе и блудной. Но парализация воли – это дело все-таки не самих помыслов. Они всего лишь комары, которые жужжат, а вашего произволения, вашего собственного выбора. И великое дело, что вы уже от опыта падений и ошибок, огорчений и покаяния понимаете, насколько многочисленные, насколько лукавые помыслы могут появляться в душе вашей, в душе человека. Но только теперь не надо довольствоваться сомнительной версией, будто сами помыслы имеют какую-то царскую власть, парализовывать вашу волю. А пускай ваша воля, решительно замечая эти самые помыслы, вооружается решимостью им не следовать, их игнорировать, обращаться к Господу со словами «Господа, это не от тебя и не от меня, не принимаю». Пресвятая Богородица, помоги мне. Эти самые прелоги вражеские одного из святых по его свидетельству научили Иисусовой молитве непрестанной. Говорит, меня сами бесы вместе с помыслами научили непрестанно молиться. Да разве они учителя молитвы? Конечно. Они все мне досаждали, досаждали, я против них все молился, молился, так и привык. Вот и освоил это величайшее из художеств непрестанное умное деланье. Так что самое великое в нашей борьбе – это внимание к тому, что происходит в собственном сердце. А раз вы уже, благодаря печальному опыту, не новичок, замечаете эти самые приходы помыслов, эти наваждения, то вам и флаг в руки, вам и шашку в руки, вам и крест Христов в руки для полной победы. Поскольку ничего, кроме собственного произволения, не в состоянии сделать нас поверженными. Если бы мы были бы не вполне людьми, если бы мы, как учат западные христиане, были бы столь повреждены в грехопадении, что и собственной воли-то у нас спастись нету, тогда, может быть, это и служило бы оправданием самоналичия злых помыслов и блудных в наших падениях. Но поскольку православное учение состоит в том, что свобода нравственного выбора, наша воля, как раз и является главным отличительным свойством человека, высшим творением, подтверждающим величайшее совершенство и гений нашего Творца. Ибо нет ничего более прекрасного из тварного мира, как создание иной свободной воли, подобной его. И каждый из нас является носителем этой свободной воли. Потому вернуть нас в пучину греха можно только одним способом. Добившись расположения нашей воли, действовать вопреки воле Божией, в соответствии с соблазнами, вопреки заповедям Господним, вопреки духовной пользе нашей, а туда, где ждет нас эта обманчивая грязь, лужа, обманчивые эти сети и ловушки врагорода человеческого, который там, где грех, там, где склонение ко греху нашей свободной человеческой воли. Святитель Иоанн Златоуст говорит, нет греха непроизвольного. То, что вопреки нашей доброй воле, то и не греха. Разные, иногда очень тягостные обстоятельства, противостояние которым составляет героизм наш христианский. И, напротив, где именно наша собственная воля выбирает для себя путь парализации, складывает лапки и несется по течению, где соглашается действовать вопреки той пользе, которая для нас в следовании воли Божьей, то никого винить не приходится, ни помыслы приходящие, ни врагорода человеческого, ни внешние соблазнительные обстоятельства, ибо это все лишь были приманки, это были всего лишь те предложения, на которые надо было дать решительный, отрицательный ответ, полный игнор, отсечение, под пред Господом покаяние за сами эти прилоги, которые еще грехом для нас не являются, но, тем не менее, само памятование о возможности нашего падения понуждают нас убегать в благонадежную защиту Божьей благодати, призывая Господа, как младенец, мать свою в момент опасности. Это сознание своей слабости, своей беспомощности против грехов и страстей делает человека естественно и живо, непрестанно молящимся. Его сердце ходит пред Господом, он, не оставаясь свободным от прилогов вражиих, обращает эти прилоги на голову самих предлагающих, тех самых злых духов или плоти и мира, которые окружают нас и являются для нас греховным предложением, но совершенно не обязательно, что камнем преткновения. И так надлежит для победы над этими привычными для вас грехами и блудными, в том числе решительно сговориться внутри собственной совести с волей своей собственной, которую вы по вашему собственному желанию спастись в вечности, избежать мук адских, не быть в позоре и уничижении среди людей, потому что неизбежно эти греховные проявления, которых вы пишете, сопряжены и с всяким неблагополучием и укорениями от окружающих. Нежелание всего этого может взбодрить вашу волю, решительно встречать все эти помыслы отрицанием и вскоре вместе с частым причащением святых христовых тайн, частой исповедью, вместе с делами благочестия, вместе с посильными физическими трудами ради блага ближнего, вы увидите, насколько будет облегчена ваша плотская брань, а вскоре, дай Бог, и совсем мир сердечный станет вашей постоянной и блаженной участью. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.